Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет очень интересный расклад, который будет раскрывать суть человека. Я могу напомнить, что расклад индивидуальный, но при этом вы можете его как образец смотреть, для того, чтобы заказать для себя такой же. Чтобы заказать расклад себе, нужно писать мне в личные сообщения все мои контактные данные под этим видео в текстовом описании. Итак, сегодня интересный расклад. Который будет говорить об особенностях человека. То есть это не просто о личности, это еще и раскрытие талантов, это еще и может быть поиск источника энергии, то есть вот что поможет. В общем, расклад освещает тематику и личности человека в том числе. Но мы не повторяемся вопросами, то есть мы не берем и один и тот же расклад не делаем. С клиенткой по пять раз мы просто смотрим другие стороны, потому что любой человек многогранен. И можно его рассматривать с точки зрения энергетической, с точки зрения кармической, что по судьбе, что нет. То есть в принципе тема действительно неисчерпаемая и знать себя нужно. Потому что если мы не знаем себя, то что мы можем требовать от окружающего нас мира. Первый вопрос это ваши особенности. Причем это будут две позиции, потому что особенности бывают разные. Бывают положительные, бывают отрицательные. И вот я хочу рассмотреть и ваши особенности плюсы, и ваши особенности минусы. Потому что мы же все люди, ну вот кстати да, видимо вы трудоголик по всей видимости. Не знаю, сейчас посмотрим к чему говорили это нам карты. То есть ваши особенности плюсы. Что можно отнести действительно к плюсам вашего, не то чтобы характера, а вообще к плюсам вашей личности. Но не просто плюсам, а именно особенным плюсам, характерным только для вас. Ваши особенности минусы тоже может быть. Потому что не только наши достоинства делают нас заметными, уникальными и привлекательными. Но для любящих нас людей наши минусы это своеобразный знак качества. Они знают, что это именно мы. Что если мы реагируем определенным образом, может быть на какие-то ситуации, это является уникальным. И следующий вопрос, что в вас поистине уникально и особенно. То есть вот что вас отличает от окружающих людей. Ваши предпочтения и вкусы, которые вам вредят. В какой они сфере. Вы свои предпочтения знаете сами. Мы здесь смотрим именно в какой сфере. В сфере общения, в сфере работы, в сфере отношения к деньгам. Или как-то по-другому. Вот посмотрим, что скажут карты. Ваши предпочтения и вкусы, которые вам полезны. Они в какой сфере находятся. Следующий вопрос. Это что можно считать вашими тремя главными талантами. Первый, второй и третий талант. Ну вы знаете, честно скажем, я например не понимаю, когда говорят о человеке, как о личности с каким-то одним талантом и других нет. То есть возможно вы прекрасно готовите и при этом вы великолепно играете на фортепиано. И это не исключает одно другого. Поэтому не бывает человека, у которого только один талант. Ну я думаю, что мы посмотрим три основных. Именно вот таких основополагающих. Каких талантов вам не хватает? Ну тоже парочку талантов, которых вам не хватает. Давайте все-таки посмотрим. Следующий вопрос. Это какие таланты у вас есть возможность развивать? То есть возможно из этих двух, которых вам не хватает, главных. Мы посмотрим, какой именно, какой конкретно лучше начать развивать и какой развивать наиболее для вас благоприятно. Следующий вопрос. Это уровень силы вашей энергетики. Насколько вы энергетически сильны? И мы смотрим не в отношении конкретного человека, для которого вы являетесь, как мы уже смотрели, идеальным донором. Нет, мы смотрим в общем. В общем вашу энергетику, которая безотносительно вашего избранника работает. Что вашу энергетику может ослаблять, а что может делать ее сильнее? Где вам искать источник энергии вашей? Как вашу внешность воспринимает общая масса людей? Вот тут специфика уже пошла. То есть если мы раньше говорили о вашем характере, о вашем поведении, о вашем интеллекте, то сейчас мы просто и прямо спрашиваем про вашу внешность. Как реагируют, как воспринимают люди? И конкретно, как воспринимают именно мужчины, которые потенциально могут создать с вами пару? В какой сфере вы могли бы преуспеть? Какая сфера для вас провальна? Потому что зачастую человек не только в одной сфере за всю жизнь работает, а достаточно много вариаций. Иногда мы пробуем много специальностей каких-то. И вот что для вас будет действительно провальным, а что будет успешным. Следующий вопрос. Насколько для вас благоприятно предпочтение мужчин старше себя по возрасту? Ну вот есть у вас такая особенность выбирать мужчин старше. И мы смотрим, благоприятно ли это для вас. И что вам делать прямо сейчас, вот сегодня, встать и начать делать в рамках данного расклада, то есть о ваших особенностях. Что вам делать с вашими особенностями? Совет карт вам. Начнем с ваших особенностей плюсов и с ваших особенностей минусов. Первое, что мы смотрим. Ваши особенности плюсы это то, что вы умеете вызывать доверие у людей. И еще есть одна особенность, которая не для всех далеко характерна. Которая говорит нам о том, что вы тот человек, который умеет помнить добро. В вас нет неблагодарности какой-то черной. Знаете, когда отдали вы мне свою последнюю рубашку. Ну и ладно, хорошо, до свидания. Это не про вас, могу сказать сразу. То есть это не про вас. А про вас то, что вы какой-то поступок человека добрый по отношению к вам обязательно запомните. И вы будете его учитывать в дальнейшем при общении. И для вас это значимо. То есть вы человек благодарный, вы тот человек, который вспоминает о прошлом и видит преимущественно в прошлом какие-то хорошие моменты, не вдаваясь в негатив. Это очень хорошо, это положительно. Ваша особенность минус. Ну вот здесь у нас ложится карта иллюзий, которая говорит не только о том, что вы можете витать в облаках. Или знаете как, вот эта особенность может еще говорить о том, что у вас иногда присутствуют чрезмерно розовые очки. И также эта карта может говорить, что не все люди могут вас понять. Иногда создаются такие ситуации, когда общая масса людей, в принципе, большее их число, вас просто не понимают. Они считают, что вы немножечко чудная, что вы не от мира сего, что вы интересуетесь, возможно, какими-то темами. Кстати, вот таким образом отображаются сны и подсознание. Но я бы не сказала, что это в чистом виде негатив, но это минусы для окружающих. То есть для вас, возможно, это наоборот та сфера, которая дает информацию вашим чувствам, вашим эмоциям. Потому что выпадает кубковая королева. Но вы знаете как, карты еще могут говорить о том, что вы можете быть чрезмерно мечтательной, когда влюбляетесь. Вот об этом может еще идти речь. Поэтому, конечно, я не могу здесь советовать перестать мечтать. Когда мы перестаем мечтать, мы как будто бы потихонечку увидаем. Ни в коем случае этого тоже нельзя допускать. Но просто найти некий баланс. Что у вас поистине уникально и особенно? Ну и здесь ложится карта семьи. То есть ваше умение создать семейный уют и ваше умение находить общение с кругом любимых и поистине близких вам людей. Ну это что-то особенное. Но плюс ко всему, вы знаете, у вас есть такая жилка правды, мы можем ее назвать. И вот что касается семейных отношений, уникально, что вы как будто бы даже не допускаете периодически ложь во благо. Ну вот есть такое словосочетание, такое определение, как ложь во благо. Но это не про вас, это является вашей особенностью. То есть мало людей, которые не признают такую ложь, большинство считают, что она, возможно, даже необходима. Но вас больше тянет, конечно, в сторону честности, в сторону правды, в сторону выяснения того, как должно или есть на самом деле. Следующий вопрос, это ваши предпочтения и вкусы, которые вам вредят. В какой они сфере? Ну и здесь мы можем сказать, что есть некие предпочтения и вкусы, которые вам вредят в сфере денежной, в сфере финансовой. Возможно, это излишнее обращение внимания на какие-то люкс-продукты, на вот эту вот, знаете, сферу лакшери. С одной стороны, я припоминаю, что был, по-моему, какой-то расклад, который прямым текстом говорил вам, что вам нужно, наоборот, обратить внимание конкретно на эту сферу, что вам нужно уделить себе внимание, еще сильнее приукрасить себя. То есть, ну вот, пойти на какие-то, может быть, дорогие покупки, побаловать себя каким-то образом. Обо всем об этом нам говорили в свое время карты. Но вот здесь, опять же, карты говорят о том, что у вас есть предпочтения и вкусы, которые вредят вам именно в сфере финансов. Подумайте о том, что вы предпочитаете. Возможно, это излишнее такое вот тяготение к товарам класса люкс по этой карте, может быть, вполне такое. Но это решать, опять же, вам. Вы просто можете просить, посидеть и проанализировать в сфере финансов, в сфере денег, ваши предпочтения и вкусы. Может быть, это какие-то дорогие покупки, скорее всего. Скорее всего, это что-то, что можно потрогать, пощупать. То есть, вот то, что материально, то, что вы можете взять в руки. Вот это связано как раз-таки с данной сферой. Ваши предпочтения и вкусы, которые вам полезны. А вот ваши предпочтения и вкусы, как раз-таки, касающиеся делового общения и работы, они вам полезны. Они, наоборот, приносят вам что-то хорошее. И ваше умение манипулировать периодически людьми, ну, оно просто может считаться для вас золотым, великолепным и приносящим вам хороший результат, приносящим вам пользу. Что можно считать вашими главными талантами? Ну, вы знаете, вообще, конечно, уникальная карта ложится на таланты. Сейчас вам буду рассказывать, что это. Итак, ваши таланты. Во-первых, у вас есть прекраснейший талант, тогда, когда это нужно резко обрубать. То есть, вот, если вас что-то не устраивает, вы можете просто в один день, в один миг закончить это. В любой сфере, какой бы это ни казалось. У вас реально есть талант уметь завершать, казалось бы, даже безвыходные ситуации. И вот эта постановка точки, вот тот человек, который может поставить жирную точку, будь то в каких-то рабочих делах, то есть, это быстрое завершение чего-то, чего никому не удавалось, например, до этого завершить. Или это быстрый уход из отношений, очень стремительный какой-то такой. И это тоже может быть действительно вашим талантом, когда другие, извините за выражение, долгое время жуют сопли и думают, вы уже прекрасно знаете, что вам надо делать. Следующий талант, это ваше умение вести себя тактично и ваше умение следовать обычаям, традициям и правилам этикета. То есть, вы прекрасно знаете, как нужно себя, как должно вести, и у вас это великолепно получается. Следующий талант, это то, что вы в перерывах между работой умеете и любите отдохнуть, и это тоже правда. То есть, если нужно будет организовать отдых, то к вам обратиться можно будет. И вы всегда посоветуете, как приятно для всех хорошо и красиво отдохнуть, и это будет действительно ценным. То есть, вот эти ваши советы, они могут вполне пригодиться вашим друзьям и родственникам. Каких талантов вам, увы, не хватает? И вот здесь мы сейчас посмотрим. Кстати, таланты, которых вам не хватает, я вам сейчас покажу очень интересное сочетание. Посмотрите, они даже лежат у нас, получается, рядом. С одной стороны, талант разрушить все или закончить все тогда, когда вы считаете нужным. С другой стороны, ну, если вы не умеете водить машину, то это может быть вот этим, допустим, отсутствием таланта. Если вы водите машину, то эта карта перекликается с башней в том смысле, что вы не умеете возвращаться в прошлое, так как это нужно иногда делать. Вы помните доброе и хорошее по первой карте, которую мы видим, но при этом иногда стремительно закатив истерику, вкатиться в прошлое буквально на гнидом коне вы не можете. Вот это то, чего вам иногда не хватает. То есть иногда припомнить плохое тоже было бы неплохо. Следующий вопрос, ну, иногда, знаете, как вам может именно по возвращении в прошлое, по получению какой-то информации, такой может быть даже негативной вытаскивания из прошлого. Вот это немножечко не ваше, вам этого не хватает. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю даже, как можно это назвать. Я не думаю, что это катастрофическая нехватка, которую нужно срочно бросаться восполнять. Второй вопрос, вам не хватает умения работать, сообщая в коллективе. Вам, с одной стороны, естественно, есть коллектив, вы поддерживаете отношения, но вот тех вот каких-то искренних отношений коллектива и создания единой команды, как единого механизма, знаете, не получается, потому что вы все равно несколько обособлены всегда, поскольку вы считаете себя, хотя и звеном, но отдельным таким. И вы не вливаетесь полностью, да, вот в эту массу народа. Какие таланты у вас есть возможность развивать? Ну, вот те таланты, которые у нас в сфере финансов, в сфере постоянства, в сфере заземленности. То есть все, что касается сферы денег, все, что касается постоянства и уравновешенной какой-то такой, знаете, очень надежной работы и действий, которые, знаете, связаны именно с четкой уверенностью в завтрашнем дне, вот все это вам можно развивать. Вам можно действительно развивать некие хозяйственные особенности. Что значит хозяйственные? Это не обязательно домашняя работа. Это может означать, что вы можете преуспеть, например, в деле подсчета, в деле перераспределения финансов, то есть в экономической сфере что-то может быть запросто, что у вас есть легко, просто возможность развивать. Уровень силы вашей энергетики. Ну, во-первых, выпадает карта король. Король не может говорить о слабой энергетике. Он говорит об энергетике сильной. Но он говорит, что ваша энергетика прежде всего завязана на ваших чувствах. То есть чем сильнее вы чувствуете человека, чем сильнее у вас с ним связь, тем, соответственно, больше накаляется и накапливается ваша энергия вообще в таком вот общении. И мы сейчас посмотрим поясняловку. Вот смотрите, я вам могу сказать, что напрямую на усиление вашей энергетики влияет страсть и яркое желание чего-либо достичь. Тогда просто может шкалить энергетика, и она даже может оказывать не всегда благоприятное воздействие на окружающих людей. То есть есть у вас некая чертовщинка, скажем так. Что вашу энергетику ослабляет, а что делает ее сильнее? И вот смотрите, вообще шикарно легли карты, потому что карты перекликаются между собой. Это обе карты из масти Пентакли. И если первая карта говорит, что вашу энергетику ослабляет то, что вам достается просто так. То есть любые подарки, когда человек говорит, ой, да мне не нужен этот проект, забирай там, да, вот уступает, подарок такой вот делает, когда на вас сваливается сверху. Вот несмотря ни на что, это ослабляет вашу энергетику. Вам нужно получать в торговом варианте, о чем говорит нам следующая карта рыцаря Пентакли. Она говорит о том, что вашу энергетику будет усиливать то, что вы получаете за определенного рода плату. Плата может быть разная. Это могут быть деньги, это может быть услуга за услугу, это может быть энергетический обмен. То есть вы тот человек, я сейчас грубо, но очень четко скажу, чтобы вы понимали. Вы человек, которого, не про которого слово халява. Вы тот человек, который вполне в состоянии платить за то, что он получает и от этого становиться только сильнее. Где вам искать источник энергии? А вот смотрите, сила у вас внутри, это не внешнее воздействие, это внутренние силы, это внутренняя мощь и внутренний стержень. То есть ваша уверенность в том, что вы делаете, ваша уверенность в правильности ваших действий и в правильности вашего восприятия мира делает вас как никогда сильнее. И никто извне вам не даст такой уверенности в себе и таких энергетических сил, как вы сами. То есть если сейчас придет человек, скажет так, я сейчас вот вообще могу магическое действие совершить и вы станете вот энергию накопить и вы станете гораздо сильнее. Не верьте, потому что вас, только вы можете поднять по уровню энергии. Вот как раз такая самозамкнутая система. Следующий вопрос у нас, это как вашу внешность воспринимают люди? Мы уже смотрели, я еще раз повторю, расклад, в котором мы смотрели восприятие вашей ментальности, вашей эмоциональности, ваших поступков людьми. А здесь как раз мы смотрим просто визуально, как вас воспринимает общая масса людей. И здесь мы можем сказать, что они считают вашу внешность, знаете как, они считают, что вы закрываетесь от них по вашему внешнему виду. Им кажется, что вы как будто бы ставите между ними и собою барьер. Они считают вас несколько настороженной, несколько скованной и сжатой. Немножечко можно, помните, как походка от бедра. Вот это как раз то, что вам нужно попрактиковать. Потому что создается впечатление некой зажатости с вашей стороны. И люди могут считать, что вы немножечко, знаете как, выжидаете, ожидаете от них какой-то гадости как будто бы. Но никакой гарантии, что человек, который находится в зоне вашего доступа, не принесет вам гадость. От этого никто из нас не застрахован. Но тем не менее, люди считают вас, ваши, знаете как вот, то, что вы передаете своей внешностью свою закрытость. То есть некую скованность как будто бы. Вы можете выглядеть напряженной. Вот об этом идет на бытовом уровне разговор. А зато мужчины вас воспринимают теплым солнышком, которое симпатично. Девочкой, которая улыбается, очень приятной, яркой, красивой. То есть это и визуально яркость, это симпатичность. Это человек, который приятен внешне, на которого хочется смотреть. И плюс ко всему они считают вас приветливой. То есть это вот те мужчины, которые могут вас заинтересовать как будущий партнер для отношений. В какой сфере вы могли бы преуспеть? И в какой сфере, какая сфера была бы для вас провальной? Вот смотрите, вообще, конечно, интересно получилось. Вы будете преуспевать в тех сферах, где нужно достаточно резко, парадоксально действовать. И порой принимать очень быстрые и четкие решения. Также это может быть сфера, которая связана с металлами и сфера, которая связана с военным чем-то. То есть вот с тем, что связано тем или иным образом с погонами или медициной. То есть вот это те сферы, в которых вы могли бы как рыба в воде быть. А какая сфера для вас провальная? А провальной для вас является сфера удовольствий и развлечений. То есть вот все, что касается эгоистических каких-то, знаете, таких развлечений и стремлений и удовлетворения своих потребностей человеком. То есть какая-то сфера, которая бы говорила о гостеприимстве, возможно, о прочем. То есть гостиничный бизнес, например. Что-то, что приносит удовлетворение моральное вашим клиентам. Вот это не совсем ваша сфера, честно говоря. То есть вот это то, что может считаться неким образом провальным для вас. Насколько благоприятно для вас предпочтение мужчин старше себя? Вот то, на каких вы обращаете внимание. Но вы знаете, для вас это не то, чтобы неблагоприятно. Просто карты говорят нам о том, что вы должны понимать, что такой выбор ложится на вас и ответственностью в том числе. То есть если человек, например, на 20, 30, там 80 лет старше вас, ну это я уже прикалываюсь, конечно. Вообще, если человек гораздо старше вас, то очень большие шансы, я уж буду говорить как есть, то есть если это старшее поколение, да, что он уйдет раньше вас. Это большие шансы, это насущная тема, это просто жизненно и по-человечески можно обсудить. И мы вот об этом можем говорить и понимать, что если вы с этим согласны, если вы осознаете вот эту грань, эту степень ответственности, то в таком случае вы можете действовать именно таким образом. Но в частности, карты реально говорят о старшем поколении и о том, что вы должны быть готовы как в болезни и в здравии быть рядом с таким человеком, так и получить от него богатое наследство и материальное благосостояние. И совет карт, что вам вот сейчас встать и начать делать. А вам карты говорят о ваших особенностях, доверять себе, доверять своим особенностям, доверять своей специфике и доверять своей энергетике. Потому что если вы будете себе доверять вашим тайным глубинам, знаете, подсознания, изучать свои тайные страхи, то вы перестанете бояться того, что вы боитесь на сегодняшний день. И если вы будете верить себе, это будет благоприятно для вас. Также карты напрямую говорят о том, что вы можете сейчас вытащить все свои страхи из глубины души и просто доверяя себе, обсудить их самостоятельно с собою. То есть переосмыслить их определенным образом, вот такие страхи, и тогда вам реально станет легче жить. Причем карты рекомендуют сегодня-завтра вот этими вещами и заняться. Это было бы для вас вполне и вполне благоприятным. Ну а я в любом случае желаю вам удачи, успеха. Рада, что расклад получился информативным, как я считаю, это мое личное мнение. И надеюсь, что вам он тоже подарит нужную информацию, которую вы сможете с пользой для себя применить в дальнейшем. А я желаю вам удачи, до встречи, всего доброго!